Вандалы против ограничений 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 Специалисты госавтоинспекции и МЧС Провели сегодня совместную акцию Двойная профилактика Прямо на дорогах города водителям Напоминали о самых частых нарушениях ПТД Подробнее через несколько минут Они посвятили свою жизнь собакам И совсем скоро отметят свой профессиональный праздник День кинолога Как проходит их рабочий день узнали наши корреспонденты Вандалы уничтожают информационные таблички О запрете купания На них размещена информация Которая помогает предотвращать несчастные случаи Их уничтожение преступления Говорят специалисты Так вандалы на озере Искра в Иркутске Из бетонного основания В буквальном смысле этого слова Вырвали информационный щит А спустя несколько дней В этом месте утонула 42-летняя женщина Всего за период 2020 до 2023 года Нами было демонтировано 47 таких информационных стендов Потому что они были расписаны Расстреляны Погнуты Сломаны Пришлось Так как они несли уже угрозу Для жителей города Иркутска Нам пришлось их демонтироваться В июне 2024 года Было установлено 8 аншлагов В местах где погибли дети Рейды по соблюдению миграционного законодательства На территории тепличных комплексов Провели полицейские Сотрудники управления по вопросам миграции Совместно с коллегами из управления ФСБ Оперативниками Центра по противодействию экстремизму Управления экономической безопасности И противодействия коррупции Уголовного розыска И спецподразделениями Росгвардии Проверили 57 иностранных граждан Выяснилось, что 14 находились на территории России С нарушением режима пребывания Всего инспекторы составили 31 административный протокол За нарушение порядка выбора места пребывания За осуществление трудовой деятельности без патентов За предоставление ложных сведений При осуществлении миграционного учета И за несоответствие цели въезда Пять нарушителей выдворены за пределы страны Поссорились и устроили цирк на улицах Иркутска ДТП произошло на улице Ленина 41-летний водитель автомобиля Toyota Hilux Выступил в словесную перепалку с 34-летним мужчиной После этого последний запрыгнул на капот машины А водитель прокатил его так До улицы Софьи Перовской, до гостиницы «Ангара» Инцидент попал на видео На записи видно, как мужчина во время поездки Разбил стекло машины палкой Чтобы скинуть человека с капота внедорожника Автомобилист въехал во впереди стоящую машину Полицейские проводят проверку И дают правовую оценку действий мужчин Оба участника конфликта Просят привлечь к ответственности Противоположную сторону Тестмобили сегодня работают в Иркутске Они будут работать 4 дня Областной центр СПИД приглашает всех иркутян и гостей города Пройти бесплатное и анонимное обследование На ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В, С и сифилис Кроме среды тестмобиль будет работать 20, 21 и 23 июня К тому же любой желающий сможет получить консультацию специалистов Как работает передвижная станция Увидел наш корреспондент Виктор Рамзайкин В России почти 2 миллиона человек Являются носителями ВИЧ-инфекции Это примерно 1% от всего населения страны Из этого числа почти 31 тысяча Это жители Иркутской области Но как отмечают специалисты Тенденция идет на снижение Сегодня каждый желающий житель Иркутска и его гости Могут сдать тест на ВИЧ Вот в таких мобильных лабораториях СПИД-центра Иркутска А как проходит тестирование Вот в таких мобильных лабораториях Нам расскажет специалист СПИД-центра Айталина Комарова Расскажите, пожалуйста, как проходит тестирование Мы проводим экспресс-тестирование Для населения Иркутской области Анонимно и бесплатно Тест-полоска выглядит вот так Так вот, мы проводим обследование на ВИЧ-инфекцию Вирусной гепатиты В и С и сифилис Берется капелька крови, капается в луночки И через 15 минут мы выдаем результаты Таким образом, население у нас более активно обследуется И знает статус ВИЧ-инфекции у себя Приглашаем всех проверить свое здоровье Передвижная лаборатория СПИД-центра Иркутск Будет работать сегодня Возле центрального рынка до 15 часов Также 20 июня Возле торгового центра «Юбилейный» 21 на Конном острове И 23 возле памятника Александру Третьему С 10 утра до 15 часов Виктор Амзайкин, Артур Щупкин Новости сейчас Разбитый автомобиль Как пример игнорирования ПДД Специалисты госавтоинспекции и МЧС Провели сегодня совместную акцию «Двойная профилактика» Непристегнутые ремни безопасности Выезд на полосу встречного движения И превышение скоростного режима Это основные нарушения, которые допускают Автомобилисты в Иркутской области А еще грубое нарушение правил безопасности на отдыхе Об этом с водителями поговорили прямо на дороге Смотрите, машину угадать Марку модель Мне кажется, это Тойота Тойота Правильно В недетской викторине Автомобилистам предлагали поучаствовать Сотрудники ГИБДД Сегодня в Иркутске В рамках акции «Двойная профилактика» Госавтоинспекторы останавливали водителей И приглашали взглянуть на последствия ДТП Так выглядит скорость Сейчас марку машины не узнать На этой Тойоти Камре Водитель вместе с пассажирами Попал в страшное ДТП В результате погибли люди Не пристегнутые ремни безопасности Выезд на полосу встречного движения И превышение скоростного режима Вот основные нарушения, которые допускают автомобилисты В Иркутской области С начала года в Приангаре Произошло свыше 800 аварий В результате которых пострадали более тысячи человек 107 погибли, 8 из них дети Выезд на полосу встречного движения Может привести к самым страшным последствиям В Иркутской области По этой причине произошло 70 ДТП В которых погибло 27 человек Но часто водители игнорируют правила дорожного движения В том числе у многих из этих автомобилей Переводятся дети И в рамках данного мероприятия Мы в том числе напоминаем О правилах перевозки детей О необходимости пользоваться ремнями безопасности О соблюдении скоростного режима А также о запрете выезда на встречную полосу Сотрудники ГИБДД на постоянной основе Проводят профилактические рейды и акции Сегодня выбрали новый формат Место для проведения акции Выбрали не случайно Здесь на Качукском тракте На выезде из Иркутска С наступлением лета Увеличивается транспортный поток Люди целыми семьями и компаниями Выезжают к месту отдыха И такой ажиотаж наблюдается Почти на всех загородных трассах области Некоторые водители у нас ездят не пристегнутые А также используют подобные заглушки Хочется напомнить им Что использование ремень безопасности Обязательно Ремень безопасности Может сохранить вашу жизнь и здоровье Особенно вне населенного пункта Где скорость заметно выше Также автомобилистам сотрудники МЧС Напомнили о действующем в Иркутской области Особом противопожарном режиме Выезд в лес в ближайшие две недели запрещен По словам огнеборцев Ситуацию с возгораниями Усугубляет еще и тополиный пух Его нередко поджигают дети Ради забавы В связи с этим может произойти Конечно же все что угодно И вот с этой акцией мы Говорим людям Чтобы такого не делали Так же чтобы не бросали Незатушенные подпурки Спички из окон При сильном ветре не разжигали костры Потому что это тоже может привести к детстве Малена Мартынова Иван Прокудин Новости Сейчас И теперь главное к этому часу Жители Иркутской области Предупреждают о резком похолодании Ливнях и грозах 20 июня Мы попадем под атаку фронтальных разделов В регион постепенно заходит холодный воздух Сообщает Иркутский гидромедцентр На Приангарье обрушится конвективная облачность Ожидается интенсивные ливни Не исключены очаги гроз И усиление ветра Максимальное значение температуры воздуха В четверг не превысит Плюс 13-18 градусов Благодаря смене воздушных потоков Погода восстановится к выходным В область начнут поступать теплые воздушные массы Законопроект о запрете продажи энергетиков Детям накануне принят в первом чтении Также в Думе призвали прекратить рекламу энергетиков И ввести жесткую ответственность Для нарушителей запрета продавать энергетики несовершеннолетним В случае принятия закона Норма о запрете продажи энергетиков Детям начнет действовать уже с 1 сентября этого года Мобильных операторов хотят обязать сообщать клиентам об изъятии номера В Госдуму внесут законопроект Обязывающий операторов мобильной и телефонной связи Предупреждать клиентов о расторжении договоров И изъятии номеров Сейчас операторы при наличии определенных обстоятельств Могут в одностороннем порядке расторгнуть договор Они вправе прекращать обслуживание абонентов Которые не пользуются номером В течение 90 дней и более Пишет газета «Известия» Самая прозрачная вода в Байкале У Большого Голоустного Такие данные озвучили ученые Лимнологического института Они провели по озеру экспедицию На научно-исследовательском судне «Папанин» Специалисты изучали гидрохимические параметры Распределения фито- и зоопланктона Зообентас в мелководной воде Байкаля Также выяснили, что наибольшая прозрачность воды У поселков Большое Голоустное и Большие Коты Наименьшая температура воды Зафиксирована на станции Елохин Там около 3 градусов А наивысшая в заливе Мухар И около поселка Нижний Ангарск 16 и 14,5 градусов соответственно Создание счастливой семьи Это цель номер один у российской молодежи Об этом рассказал гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов Далее в списке приоритетов Воспитание детей, здоровье, наличие надежных друзей Также для молодежи важно заниматься любимым делом Иметь возможность карьерного роста И много путешествовать по миру Семья Работа Найти хорошую работу По которой ты будешь Она будет в радость И ты будешь работать Здоровье моих детей И чтобы был мир во всем мире На первом месте конечно семья Это все ценности жизни Мне кажется саморазвитие Это главная жизнь Потому что человек социализируется всю жизнь И должен приносить обществу полезное что-то Первое это семья Чтобы они были здоровы Второе это влияние на результаты В моей работе Я думаю что это семья Конечно же И твой заработок Как ты можешь обеспечить себя, свою семью И своих детей в будущем Они считают их самыми преданными Речь сейчас о собаках и людях Которые проводят с этими животными Большую часть своего времени Свой профессиональный праздник Скоро отметят кинологи А в преддверии 21 июня Мы подготовили сюжет о тех Кто обучает собак Мы узнали как проходит их рабочий день Об этом сюжете Элины Собенниковой Вперед Отлично Умничка Ай супер Знакомьтесь Это Гарпия В августе ей исполнится 3 года Несмотря на юный возраст Она уже полноправный сотрудник полиции Воспитывать ее начали в 9 месяцев Для таких собак это довольно поздно Как правило начинать работу кинологам нужно с двухмесячными малышами Но Гарпия все схватывает на лету У нее довольно плотный график Тренировки или задания И там и там нужно выкладываться на полную Старший напарник кинолог Александр Проводит с ней почти все время Даже в свободные дни Старается забирать собаку к себе Когда собаку дают щенком Кажется все это очень легко Даже когда я пришел в кинологию Мне казалось Ну собака сидит лежит Она это умеет делать от рождения Но на самом деле Научить ее делать это по команде Очень и очень сложно То есть это нужно очень долго времени Очень много с ней работать Но когда получается какой-то успех То есть собака это делает сама У вас появляется безграничная радость и счастье Что ты научил чему-то делать собаку Задание Гарпия выполняет с усердием Даже при отвлекающих факторах Жаркой погоде Или неожиданно нагрянувших гостях И задач на сегодня пройти полосу препятствий И конечно же сделать фото на память Вот и все Тренировка закончена Можно немного отдохнуть в теньке А потом и вовсе отправится в вольер К своим хвостатым коллегам Все они находятся там до поры до времени В любой момент может поступить вызов И они поедут на расследование Такая работа Собаки оказывают у нас неоценимую помощь В раскрытии В таких случаях Как розыск преступников Которые скрылись вместо совершения преступления Также обнаружение вещей Которые были похищены Также наши собаки используются По таким направлениям деятельности Как поиск наркотических средств Поиск оружия Боеприпасов Вот и так далее Без помощи собак Бывают такие, что есть преступления Где раскрыть невозможно Еще в одном деле Служебным собакам нет равных Довольно часто они помогают Находить пропавших людей Воспитать таких ценных сотрудников Непростая задача Сами кинологи говорят Нужно запастись добротой и терпением К каждому из них представлена собака С которой они занимаются На регулярной основе На одного кинолога Может лечь ответственность Сразу за трех собак В редких случаях Бывает и больше Но им это только в радость Ведь главное Любить свою работу Тогда хороший результат Не заставит себя долго ждать Это мы как раз можем увидеть На примере гарпии Элина Собенникова Юрий Рябчиков Новости сейчас Всероссийская спартакеада Специальные олимпиады Всероссийские соревнования По конному спорту Среди людей с повреждением Опорно-двигательного аппарата Стартовали в деревне Грановщина О планах на предстоящие старты Нашей съемочной группе Рассказали спортсмены и тренеры Подробнее в сюжете Дарья Андреевой И Юрия Рябчикова Егору Аршинскому 25 лет И 10 из них он в конном спорте Самый Зурика занимается в Грановщине Под руководством Анастасии Тихомировой Вместе с конем, которого зовут абсент Они работают в паре с 2019 года Спортсмен рассказывает Абсент совсем не пугливый и аккуратный Катает Егора словно сокровище Принимали в таких соревнованиях Участие как чемпионат России Всероссийские соревнования И ни разу не подвел Всегда выходим в призах В победителях Тренировки проводятся на других лошадях На разных могут проводиться А это именно турнирная лошадь И в последние годы Это мой боевой партнер Планы на этот старт у Егора Не подвести свою команду и победить Он мастер спорта по параолимпийской выездке Хотя еще несколько лет назад он и подумать не мог О таком роде занятий Когда-то я переехал за город Мне было просто скучно И я, проезжая мимо, увидел круто лошади Решил попробовать Я не думал, что я серьезно займусь Потом сел Мне понравилось Через месяц или через два Уже пошли первые соревнования Пошла такая мотивация, как Кубки, медали Это стало очень сильно подпитывать Мой интерес, пока интерес не угасает Этот старт в Грановщине проходит в новом формате Впервые в регионе организовали сразу два состязания Всероссийскую спартакиаду Специальные олимпиады для людей С интеллектуальными нарушениями И всероссийские соревнования Среди спортсменов с поражением Опорно-двигательного аппарата За победу поборются участники Из 19 регионов страны Как раз в специальной олимпиаде Очень много спортивных занятий Игровых видов спорта Просто спортивных соревнований Которые помогают людям С особенностями Подобрать именно под него Под этого ребенка Под этого человека С особенностями развития То занятие Спортивное Которое лучше всего Его адаптирует к социальной жизни И сегодня приятно Что мы находимся в Иркутске Что мы не замыкаемся на одной территории Торжественное открытие стартов Состоялось в конно-оздоровительном комплексе Фонда Тихомировых Перед соревнованиями Участников порадовали Спортсмены Иркутской области Они выступили с показательными Выступлениями для гостей Самое главное Нам очень хочется Продвинуть идею Такой настоящей инклюзии Когда все вместе Когда вместе Паралимпийцы Когда вместе Спортсмены С интеллектуальными нарушениями Когда вместе с ними Волонтеры Обычные спортсмены Которые у нас Всегда здесь тренируются Вместе со спортсменами С инвалидностью И я думаю Что это будет Такое хорошее Доброе начало Здесь В Иркутском районе Фонд Тихомировых Уже не первый год Занимается Реабилитацией Людей Посредством Конного спорта С различными видами Нарушений В частности Нарушений Опорно-двигательного аппарата Интеллектуальные нарушения Мы видим Насколько это важно Востребовано Такое большое количество людей Здесь занимается И мы и дальше будем Содействовать Продвижению Нашей площадки И в целом Конному спорту В Иркутской области Соревнования начнутся Уже сегодня В течение трех дней Спортсмены будут Бороться за победу Дарья Пастушенко Дарья Андреева Юрий Рябчиков И Олег Шмонин Новости Сейчас Вся самая актуальная И важная информация Всегда доступна На нашем сайте Аиств.ру И конечно на страницах Телеканала В социальных сетях Подписывайтесь А к этому моменту У нас все Оставайтесь на телеканале Аист И берегите себя